Правильное сочетание пищевых продуктов. В конце прошлого века, в начале нынешнего столетия, в лаборатории Ивана Павлова были проведены интереснейшие опыты по изучению физиологии пищеварения. В результате этих опытов оказалось, что на каждый вид пищи хлеб, мясо, молоко и т.д. выделяются различные по количеству и качеству пищеварительные соки. Причем это отделение начинается уже с ротовой полости. Исследуют далее по всему пищеварительному тракту. Слюна, желудочный сок, поджелудочный сок, желчь, пищеварительные соки тонкой и толстой кишки, а также микрофлора. Обработка и переваривание каждого вида пищи протекает в соответствующем отделе пищеварительного тракта и занимает определенное, присущее только ему время. Например, фрукты перевариваются в тонкой кишке, а мясо 2-3 часа. Сначала обрабатываются в желудке, а затем в тонкой кишке. Оказалось, что даже на родственные виды пищи происходит разнообразное по многим параметрам отделение пищеварительных соков. Например, наиболее сильнодействующие пищеварительные соки выделяются на молоко в последний час пищеварения, а на мясо в первый. Все это указывает на чрезвычайно тонкую технологию усвоения пищи, нарушение которой мгновенно наказывается. Именно эти научные разработки школы Павлова в конце 20-х годов нашего столетия с успехом были применены на практике американским врачом-натуропатом Гербертом Шелтоном. Около 100 тысяч в прошлом очень больных людей прошли через его школу здоровья, демонстрируя чудеса оздоровления. Ввиду важности вопроса, я излагаю в конспективной форме взгляды и опыт величайшего специалиста в области сочетания продуктов Герберта Шелтона. Классификация пищевых продуктов. Для того, чтобы читатель мог правильно понять, как сочетаются между собой пищевые продукты, повторим еще раз их классификацию. Некоторые продукты будут отнесены к белковым и крахмалистым. Пусть это вас не смущает, ибо они действительно содержат одновременно много крахмала и белка. Белки – это пища, содержит относительно большой процент белков. Главные из них следующие – орехи, большинство орехов, все хлебные злаки, фасоль, сухой горох, соевые бобы, яйца, грибы, все мясные продукты, раки, рыба, сыр, творог, подсолнечные семечки, баклажаны, молоко. Молоко представляет собой низкомолекулярный белок. Углеводы. Сюда относятся крахмалы, сахара, сиропы и сладкие фрукты. Крахмалы – все хлебные злаки, сушеные бобы, кроме соевых, сушеный горох, картофель всех видов, каштаны, арахис, кабачки, тыква. Сахар и сиропы, желтый и белый сахар, молочный сахар, различные варенья, повидла, сиропы и так далее. Мед. Умеренно крахмалистые. Цветная капуста, свекла, морковь, брюква, сладкие фрукты, финики, инжир, изюм, урюк, курага, виноград, чернослив, хурма, сушеные груши и яблоки, особенно сладких сортов, жиры, оливковое масло, подсолнечное, кукурузное и сливочное, большинство орехов, сало, жирное мясо, сливки, сметана. Кислые фрукты. Большая часть кислот представлена кислыми фруктами. Главные из них следующие. Апельсины, грейпфрут, гранаты, лимоны, кислый виноград, кислые сливы, кислые яблоки, помидоры. Полукислые фрукты. Свежий инжир, сладкая вишня, сладкие яблоки, груши, персики, абрикосы, черника, смородина, клубника. Некрахмалистые и зеленые овощи. Под эту классификацию попадают все сезонные, независимо от цвета, зеленые, красные, желтые, белые и т.д. Овощи. Главные среди них следующие. Латук, сельдерей, цикорий, одуванчик, капуста, листья репы, шпинат, щавель кислый, листья свеклы, лук, репа, баклажаны, огурцы, кольраби, петрушка, ревень, спаржа, чеснок, сладкий перец, редис. Дыни. Потребляются дыни всех сортов. А теперь рассмотрим одно за другим с возможной пищевые сочетания и обсудим их одно за другим с точки зрения пищеварения. Подобная информация будет весьма полезна для думающего читателя. Сочетание кислот с крахмалами. Кислоты, вышеуказанных кислотосодержащих продуктов, разрушает фермент птиолин, который расщепляет крахмал. Сочетание кислот и крахмалов неудобоваримо. Отсюда правило. Ешьте кислоты и крахмалы в разное время. Сочетание белков с крахмалами. Свободная соляная кислота в концентрации 0,003% достаточно для того, чтобы прекратить действие фермента, расщепляющего крахмал. Дальнейшее, даже незначительное повышение кислотности не только приостанавливает этот процесс, но и разрушает фермент. Когда съедается хлеб в желудке, выделяется мало соляной кислоты. Сок, выделенный на хлеб, имеет почти нейтральную реакцию. Когда крахмал хлеба переварен, в желудке выделяется много соляной кислоты для того, чтобы переварить белок хлеба. Два процесса переваривания крахмала и переваривания белка происходят не одновременно. Наоборот, секреции очень тонко регулируются в отношении состава и момента начала выделения для удовлетворения разнообразных потребностей веществ сложного состава. Здесь лежит ответ тем, кто возражает против правильного сочетания пищи на том основании, что сама природа комбинирует различные пищевые вещества в одной и той же пище. Между перевариванием пищевого продукта, каким бы ни был его состав, и перевариванием смеси различных продуктов, особенно это я подчеркиваю, существует большая разница. Для одного продукта, который представляет собой сочетание крахмала с белком, организм может легко приспособить свои соки пищеварительные в отношении силы и времени выделения к пищевым требованиям этого продукта. Но когда съедаются два вида пищи с различными, даже можно сказать, противоположными пищеварительными потребностями, такое приспособление сока становится невозможным. Если хлеб и мясо съедаются вместе, то вместо почти нейтральной среды желудочного сока, выделяемого в первые два часа пищеварения, будет неминуемо выделяться высококислый сок и переваривание крахмалов резко приостановится. С точки зрения физиологии, никогда нельзя упускать из виду, что первые стадии пищеварения крахмалов и белков проходят в противоположной среде. Крахмал требует щелочной реакции и обрабатывается в ротовой полости и 12-перстной кишке. Белок требует кислой среды в желудке, а затем обрабатывается совершенно другими ферментами в 12-перстной кишке, нежели крахмал. Отсюда правило, ешьте углеводы и белки в разное время. Таким образом, каши, хлеб, картофель и другие крахмалы должны приниматься отдельно от мяса, рыбы, яиц, сыра, творога, орехов и другой белковой пищи. Сочетание белка с белком. Два белка различного характера и состава в сочетании с другими пищеварительными факторами требует различных изменений пищеварительной секреции и различного времени выделения для своего эффективного усвоения. Например, наиболее сильнодействующий сок выделяется на молоко в последний час пищеварения, а на мясо в первый. Если пищеварительный процесс не будет должным образом видоизменяться, то белковая пища не будет полноценно переварена. Этого невозможно добиться, когда съедаются два различных белка за один прием. Поэтому такие сочетания, как мясо и яйца, мясо и орехи, мясо и сыр, яйца и молоко, яйца и орехи, сыр и орехи и тому подобное не должны приниматься. Отсюда правило – ешьте одну концентрированную белковую пищу за один прием. Сочетание кислот с белком. Активная работа по расщеплению сложных веществ на более простые, происходящие в желудке и составляющие первую стадию пищеварения белком, совершается под действием фермента пепсина. Пепсин действует только в кислой среде. В щелочной его действие прекращается. Желудочный сок меняет свой состав от почти нейтрального до сильно кислотного в зависимости от пищи, которая поступает в него. Когда съедаются белки, желудочный сок кислый, так как он должен предоставить благоприятную среду для работы пепсина и индуцированного автолиза. Из-за того, что пепсин активен в кислой среде, делают ошибку, считая, что принимая кислоты с белками, тем самым помогут перевариванию белка. Фактически наоборот, эти кислоты задерживают выделение желудочного сока. Лекарства и фруктовые кислоты расстраивают желудочный сок, разрушая пепсин и сокращая его секрецию. Желудочный сок не выделяется в присутствии кислоты во рту и желудке. Иван Павлов наглядно показал неблагоприятное влияние на пищеварение кислот как фруктовых, так и кислот конечного продукта ферментизации сквашенного молока. Фруктовые кислоты задерживают выделение желудочного сока, мешают перевариванию белка и производят в результате гниения. Нормальный желудок выделяет все кислоты, которые требуются для переваривания белка с определенной концентрацией пепсина. Больной желудок может выделить слишком много кислоты, это повышенная кислотность, или недостаточное количество кислоты, пониженная кислотность. В любом случае потребление кислот с белками не помогает пищеварению. Не поливайте мясо ни уксусом, ни гранатовым соком и так далее. Сочетание жиров с белками. Жиры оказывают замедляющее влияние на секрецию желудочного сока. Присутствие в желудке масел задерживает секрецию желудочного сока, выделяемого на последующий прием пищи. В других условиях легко усваиваемой. Присутствие жира в пище снижает количество, вызывающий аппетит секреции, которая выделяется в желудке. Уменьшается количество химической секреции и активность желудочных желез. Снижается количество пепсина и соляной кислоты в желудочном соке и может уменьшить почти в два раза желудочный тонус. Такое замедляющее действие может продолжаться два и более часов. Другими словами, такие продукты, как сливки, сливочное масло, растительное масло, жирное мясо, сметана и так далее, нельзя употреблять в один прием с орехами, сыром, яйцем и мясом. В связи с этим надо заметить, что те пищевые продукты, которые обычно содержат внутренний жир, орехи, сыр, молоко, требуют более продолжительного времени на переваривание, чем белковые продукты, не содержащие его. Отсюда правило. Ешьте жиры и белки в разное время. Хорошо известно, что обилие зеленых овощей противодействует замедляющему действию жиров. Поэтому, если вы употребляете жир с белками, можно устранить его тормозящие действия на переваривание белков путем употребления с ним большого количества зеленых овощей, листовых овощей. Сочетание сахара с белками. Все сахара, промышленные, сиропы, сладкие фрукты, мед и тому подобное оказывают тормозящее влияние на секрецию желудочного сока и моторику желудка. Это происходит от того, что они перевариваются в кишечнике. Если их есть отдельно, они долго не задерживаются в желудке и быстро переходят в кишечник. С другими продуктами, белками и крахмалами, они надолго задерживаются в желудке, пока не переваривается другая пища, подвергаясь при этом бактериальному разложению. Отсюда правило. Ешьте сахара и белки в разное время. Сочетание сахара с крахмалами. Переваривание крахмала обычно начинается во рту и продолжается при определенных условиях некоторое время в желудке. Сахара не подвергаются перевариванию во рту и в желудке, а только в тонком кишечнике. Когда сахара потребляется с другой пищи, они на некоторое время задерживаются в желудке, ожидая, пока переварится другая пища. Поэтому они имеют тенденцию очень быстро бродить в условиях тепла и влаги, имеющихся в желудке. Такой тип питания гарантирует кислую ферментизацию брожения. Желе, повидло, варенье, фрукты, конфеты, сахар, мед, патока, сиропы и т.д. Добавляемые в пирожные, хлеб, печенье, каши, картофель и т.п. вызывает брожение. Регулярность, с которой миллионы людей едят на завтрак кашу с сахаром и страдают повышенной кислотностью, изжога, отрыжки и другие доказательства плохого переваривания, была бы смешной, если бы не такой трагичной. Сладкие фрукты с крахмалами также приводят к брожению. Хлеб, содержащий изюм, финики и т.д. Такой популярный среди сторонников «здоровой пищи» является диетической гадостью. Многие считают, что если вместо сахара употреблять мед, можно избежать брожения. Но это не тот случай. Мед с горячими пирожками, сироп в варенье с хлебом, блинами и т.п. гарантирует брожение. Есть причины полагать, что присутствие сахара с крахмалами нарушает переваривание крахмала. Когда сахар кладется в рот, происходит обильное выделение слюны, но она не содержит птиолина. Это фермент, расщепляющий крахмал в ротовой полости. Так как птиолин не действует на сахар. Если крахмал комбинируется с сахаром, медом, вареньем, это будет препятствовать адаптации слюны для переваривания крахмала. Отдаленные последствия этого могут вызвать неотделение птиолина на крахмал и нарушить переваривание его. В итоге получается, что продукты, которые являются здоровыми сами по себе, часто оказываются вредными, когда их сочетают с не сочетающимися с ними другими продуктами. Например, хлеб и масло, съеденные вместе, не вызывают неприятностей, но если добавить мед, сахар, варенье, может последовать болезнь, потому что сахар будет усваиваться первым, а превращение крахмала в сахар будет замедляться. Смесь сахара с крахмалами вызывает брожение и весь последующий вред. Отсюда правило. Ешьте крахмалы и сахара в разное время. Сочетание жиров с крахмалами. Сочетание крахмала с жиром, это жареная картошка на масле и так далее, дает вкусное сочетание, но не очень полезное для здоровья. Особенно советую вспомнит о плохих углеводах и плохих жирах и не кушать их одновременно, чтобы не полнеть. Особенно это касается лиц, предрасположенных к полноте. Лучше всего добавлять немного свежего растительного или сливочного топленого масла в уже приготовленные крахмалистые блюда. Питание дынями. Многие люди жалуются, что у них аллергия на дыни. Дыни настолько здоровая и так легко перевариваемая пища, что наиболее слабое пищеварение может легко справиться с ней. Но почему-то до потребления дынь вызывает серьезное страдание. Дыни не подвергаются перевариванию в желудке, они перевариваются в кишечнике. Съеденные надлежащим образом, они остаются в желудке несколько минут, затем переходят в кишечник. Но если употреблять их другой пищей, которая продолжительное время обрабатывается в желудке, то они задерживаются в нем. Поскольку они измельчены и находятся в теплом месте, то быстро разлагаются с образованием большого количества газов и других вредных веществ, вызывая серьезное расстройство пищеварения. Отсюда правило, ешьте дыни отдельно от другой пищи. Дыни должны съедаться отдельно от другой пищи. При этом вся еда должна состоять из дынь. Шелтон пробовал питаться дынями вместе со сладкими фруктами. Оказалось, что нет причин, почему бы их не есть вместе, если будет желание. Принимайте молоко в отдельности. В природе существует правило, что детеныши любого вида животного принимают молоко отдельно. В ранние периоды жизни молодые млекопитающие не употребляют другой пищи, кроме молока. Затем наступает время, когда они едят молоко и другую пищу, но они принимают ее в отдельности от молока. Наконец наступает время, когда они отлучаются от молока после чего уже никогда не принимают его. Молоко считается пищей детенышей. В нем нет потребности после окончания нормального периода вскармливания. Мы же всю жизнь остаемся сосунками. Благодаря присутствию в молоке белка и жира, оно плохо сочетается с другой пищей, кроме кислых фруктов. Первое, что происходит с молоком, когда оно попадает в желудок, оно свертывается, образуя творог. Свернувшееся молоко обволакивает частицы другой пищи в желудке и изолирует их от действия желудочного сока. Это препятствует перевариванию этих частиц до тех пор, пока не переварится свернувшееся молоко. Отсюда правильно принимайте молоко в отдельности. При кормлении детей молоком можно давать им свежевыжатые фруктовые соки, разбавленные водой, а через полчаса давать молоко. Фрукты должны быть кислыми. Десерты. Десерты съедаются в конце еды. Обычно после того, как человек насытился. К ним относятся пирожные, пирожки, мороженое, сладкие фрукты и т.д. Они очень плохо сочетаются почти со всеми видами пищи, не несут полезной нагрузки и поэтому нежелательны. Отсюда правило. Избегайте десертов. Если вы должны съесть кусок пирога, съешьте его с большим количеством салата из сырых овощей и ничего кроме, а затем пропустите еду. Охлажденные десерты такие как мороженое, охлажденная минеральная вода и т.д. создают другое препятствие для пищеварительного процесса. Этим препятствием является холод. Мы уже ранее говорили о вреде холода для пищеварения. Пищеварительные ферменты активны при температуре 37 градусов Цельсия. Поэтому холодная пища сначала нагревается, а затем переваривается. При этом охлаждаются прилегающие к желудку органы, что ухудшает их кровоснабжение, вызывая холодовой спазм. Естественно, Гокс в такие тонкости не вникал и у него вышло то, что лежит на поверхности. Виноваты продукты. Теперь же нам известно, виноваты мы сами в своем дремучем невежестве, создавая гниющую свалку из продуктов внутри самих себя. Переход на правильное питание здоровых и больных, слабых и сильных, старых и молодых показал немедленное улучшение здоровья в результате облегчения работы, выполняемой пищеварительными органами при разделении продуктов, принимающихся в одной трапезе. Таким образом, обеспечивается лучшее пищеварение, питание и меньше отравления. Как следует потреблять белок? С белковыми продуктами всех видов лучше всего сочетаются некрахмалистые продукты всех видов и сочные овощи. Шпинат, ботва свеклы, капуста, ботва репы, свежие зеленые бобы, все виды свежих кабачков, лук, сельдерей и другие некрахмалистые овощи. Следующие овощи дают плохое сочетание с белками. Свекла, репа, тыква, морковь, каляраби, брюква, бобы, горох, картофель, а также всевозможные крупы. Бобы и горох представляют собой сочетание белка с крахмалами и их лучше есть как крахмал или как белок в сочетании с зелеными овощами без других белков и без других крахмалов. Ниже приведенное меню в качестве примера содержит правильное сочетание белковой пищи. Белковую пищу лучше всего есть на ужин без кислот и растительного масла, а также масляных подливок. Есть индивидуально в смысле количества. Овощной салат, отварное мясо. Овощной салат, творог. Овощной салат и яичница, отварные яйца или омлет из яиц. Овощной салат, зеленый кабачок, шашлык или биф строганы. Или отбивная. Из выше приведенного видно, что большой салат, а в холодное время года теплое блюдо из приготовленных овощей, из тушеных например, должен сопровождать прием любой белковой, а также крахмалистой пищи. Доктор Шелтон подчеркивал важность салата для любой диеты. Я приведу его рекомендации по приготовлению такого салата. Салат должен состоять из комбинации простых овощей без всяких подливок или соусов. Нет необходимости очень мелко резать и так далее, измельчать ингредиенты салата. Ниже приводятся примерные составляющие салата. Они могут служить для вас основой в изобретении собственных салатов. Итак, 1-2 головки салата, латук, сельдерей, капуста. Следующий. 1-2 головки салата, латука, сельдерей, помидоры. Следующий. 1-2 головки латука, капуста, перец, имеется ввиду сладкий. 1-2 головки латука, французский индивий и помидор. Капуста, огурец, редиска. Для красоты можно добавить веточку петрушки. Красный, имеется ввиду сладкий перец и так далее. Соль не нужна, так как в салате достаточно различных органических солей. Салаты должны быть простыми. Нет необходимости в большом количестве ингредиентов. В условиях средней полосы России в качестве основы салата подходит капуста. А остальное в зависимости от сезона. Редис, сельдерей, пастернак, огурцы, помидоры, сладкий перец, петрушка, одуванчики и так далее. Как потреблять крахмал? Натуропаты советуют потреблять один крахмал, один вид каши без хлеба. Не только потому, что существуют противоречия этих продуктов, а и потому, что потребление двух или более крахмалов, например, каши, хлеба и картошки в один прием, практически обязательно приводит к перееданию этих веществ. Считается самым лучшим, это относится особенно к кормлению больного, ограничить потребление крахмала одним видом на прием. Переваривание крахмалов начинается во рту, поэтому тщательно жуйте, чтобы не глотать, а пить крахмалистую пищу. Слюное пищеварение будет длительно продолжаться в желудке, если крахмалы правильно съедать. Рекомендуется крахмалистую пищу съедать в дневное время. Крахмалистая пища должна быть сухой, каши круто сваренные. Салаты с крахмалами можно употреблять, как было указано, а лучше салат. Подобрать из слабокрахмалистых овощей, морковь, свекла и так далее. Примерно такой салат 40% капусты, 30% моркови, 20% сырой или отварной свеклы, а затем укроп, петрушка и так далее. Ферменты и витамины, содержащиеся в слабокрахмалистых овощах, помогут хорошо переварить крахмал. Съедается индивидуально для каждого количества. Примерно меню. Овощной салат, свекла, картофель в любом виде. Овощной салат, тушеная морковь, лук, свекла, сухари. Овощной салат, морковь, печеная тыква. Как употреблять фрукты? Вместе с орехами, которые с ботанической точки зрения, также относятся к фруктам. Зелеными овощами и корнеплодами фрукты представляют собой идеальную пищу для человека. Питание фруктами доставляет нам много удовольствия, но фрукты надо есть отдельно от других продуктов. Причины, по которым их надо так есть, были указаны выше. Фрукты нельзя есть и между приемами пищи, так как это значит вводить их в желудок или тонкий кишечник в то время, когда там идет переваривание предыдущих продуктов. В результате нарушается пищеварение, поэтому их лучше потреблять в отдельном приеме пищи. Можно есть их перед едой за 20-30 минут. За это время они успеют пройти в тонкий кишечник и перевариться. При кормлении больных фруктами Шелтон пришел к выводу, что лучше давать сладкие и очень кислые фрукты в разное время. Сахар и мед и другие сладости особенно нежелательны с грейпфрутом. Следующее меню содержит правильное фруктовое сочетание и рекомендуется как фруктовая еда на завтрак. Не добавляйте сахар к фруктам. В пищу можно использовать сезонные фрукты. Есть их в количестве индивидуальном для каждого. Вишни и абрикосы. Это один завтрак. Вишни и абрикосы сливы. Это второй завтрак. Персики и абрикосы. Третий завтрак. И наконец, яблоки и виноград. Стакан простокваши. Это четвертый. Даны варианты. Весной и летом вкусный салат можно приготовить из сезонных фруктов. Слив, абрикос, вишен, черешин с добавлением салата латука или сельдерея.